Контроля со стороны управления природных ресурсов за этим объектом нет. Объект брошенный. К 1 октября нужно восстановить. А беспокоенность мэра состоянием природного источника воды вполне понятна. Воды в Зареченском роднике нет уже давно. Территория вокруг источника завалена мусором. А недавно беседка, предназначенная для отдыха горожан, сгорела. В выходные дни ко мне подошли жители, показали видеосъемку на телефоне, как там был пожар, как у нас там домик, который находится в сооружении, которое сгорело дотла. Я считаю, что это вина, большая вина лежит на управлении природных ресурсов. Мэр Заречного потребовал восстановить беседку, столы и лавочки, убраться вокруг, привести территорию в порядок. Вызвало нарекания главы администрации и работа коммунальных служб в выходные. Ураганным ветром не только повалило деревья, весь город был усыпан сухими ветками. Я позвонил в субботу после ураган, сказал, что, понимая, что 8 деревьев упало, там ликвидировали, но в течение полутора суток город завален ветками в проезжей части. Мне кажется, это реальный перебор. Во время утреннего выездного совещания Вячеслав Гладков проверил также, как идет ремонт внутриквартальных дорог рядом с 30-м домом в проспекту 30-летия Победы. Подрядчик предложил ограничиться частичным ремонтом на тех участках, где асфальтовое покрытие повреждено больше всего. Я посмотрел, сейчас убедился в том, что там нужно класть асфальт, потому что на следующий год придется опять заводить туда дорожную технику, опять дополнительные затраты. В итоге было решено менять асфальт во дворе полностью. После участники совещания отправились по адресу проспект 30-летия Победы, 10. Жители этого дома обратились на горячую линию главы администрации. В их дворе обещали провести ряд работ, но не все было выполнено в полном объеме. Идет замена бордюров, выкорчеваны пни. Нужно еще спилить сухие ветки, разобраться с уличным освещением и асфальтовым покрытием. Также предстоит решить вопрос с несанкционированной парковкой неподалеку от дома. Несмотря на то, что это пешеходная зона, здесь регулярно ставят машины. Два варианта. Первый – поставить тумбы. Второй вариант – сделать карман вот здесь бордюром и продлить вот этот карман, стоянку здесь. Выбрать подходящий вариант должны сами жители домов. Принять решение предстоит на общем собрании.